Россия арестовала активы Германии. Массовый сход западного бизнеса из России, который начался в прошлом году, имел сугубо политические причины, компании принимали решения под давлением своих правительств или общественности. С коммерческой точки зрения абсолютно никакой выгоды в этом не было, иначе они не паслись бы тут десятилетиями, сопровождалось это грубейшим нарушением любых договоренностей. Таким образом, Запад наглядно продемонстрировал, что все рассказы про порядок основаны на правилах, не более, чем манипуляция, которая, по их мнению, должна работать лишь в одну сторону. Яркий пример абсурда, когда России в прошлом году вменяли дефолт по внешнему долгу, причиной которого были ограничения на проведение платежей со стороны Запада. Россия же, напротив, довольно часто вела себя слишком по-джентльменски. Например, Shell демонстративно прекратила деятельность в России, отозвав с Сахалина-2 свой технический персонал, чем поставила под угрозу безопасность добычи, затем заявила о выходе из проекта без какой-либо финансовой выгоды. Мы же их догнали и буквально настояли на том, чтобы они забрали 94-8 миллиардов рублей, в итоге вывод иностранной валюты зарубежными компаниями, продавшими российский бизнес, стал одним из существенных факторов текущей девальвации. Кратко резюмирую свою позицию, выпускать компании из недружественных стран нельзя в принципе. Исключение только в двух случаях, готовность продать активы за 1 рубль, пример Рено, или согласие получать деньги в рублях, которые замораживаются на счетах типа с до лучших времен. А уж с теми, кто не просто ушел, а еще и подверг своим поведением российские проекты, вообще разговор короткий, внешнее управление или национализация любых активов в России. Благо, с отдельными конторами наша страна поступала именно так. Так, вчера пришла информация, что контейнеры компании «Линди» с жидким гелием для газового проекта в Усть-Луги были арестованы и переданы под контроль русским альянсом. Предыстория «Линди» – транснациональная, но изначально немецкая химическая компания, которая специализируется на производстве промышленных газов, присутствовала во многих энергетических и особенностях в проектах России. Буквально недавно, к примеру, описывая сложности «Арктик-2» Новотека после введения блокирующих санкций США, я упомянул, что технологию крупнотоннажного сжижения должна была предоставить именно «Линди». Однако, в данном случае оборудование для всех трех линий проекта уже было завезено, и вот «Арктик-2» планируется в срок. Плюс, напомню, что у «Новотека» теперь есть собственная технология, на базе которой будут реализовываться новые проекты, в частности, Мурманский, тогда как «Газпром» потревожили сильней. Так, у «Линди» был контракт на поставку части оборудования для комплекса по переработке и сжижению природного газа «Балтийский сквозь луги» планируемая мощность 19,5 миллионов тонн в год, то есть почти как в «Арктик-2», который газовый гигант реализует с Росгаздобычей, оператором выступает «Экспрусхимальянс». В 2022 году «Линди», как и многие другие, хлопнула дверью, заявив, что не намерена возобновлять работу в России, строительство «Балтийского сквозь», таким образом, оказалось под угрозой срыва, благо просто так немцам уйти не дали. В начале 2023 года активы «Линди», оценены в 35 миллиардов рублей, были арестованы, кроме того, к компании был выставлен иск примерно на 1 миллиард евро, однако для России никакого пиши пропала не случилось. К примеру, в сентябре 2022 года произошло показательное событие – другой скпроект «Газпрома», скпортовая, которая также была заточена под технологией «Линди», смогла собственными силами решить все технологические задачи. Завод был запущен в срок, к слову, он играет важную роль в энергобезопасности Калининградской области, что касается проекта «Вусть-Луги», то срок его реализации пришлось сдвинуть на два года. Российский президент Владимир Путин преподнес Германии довольно неприятные новости. Такими данными поделили политические обозреватели из Китая. Отношения России и Германии сегодня переживают худший период с момента распада Советского Союза. Немецкое правительство во главе с канцлером Олафом Шольцем взяло курс на причинение неприятности любой ценой. В частности, Берлин отказался от дешевого российского газа лишь для того, чтобы не платить за него РФ. По словам китайских журналистов, некоторое время назад из Москвы пришли новости, по которым стало понятно, что Путин больше не собирается шутить с немцами. Об этом сообщает издание Саху. Путин больше не будет жалеть Запад, его первой целью стал Шольц, рассказали авторы китайского издания. Стало известно о подписании Путиным указа номер 133. Согласно этому документу, Ульяновский станкостроительный завод переходит под управление расимущества. Это предприятие принадлежит японско-немецкому производителю станков Мкмари. Обозреватели Саху констатировали, что решение российского президента вызвало большой резонанс в мире, особенно в странах Запада. Судя по реакции последних, там все прекрасно поняли, РФ начинает действовать. Этот шаг был истолкован как предупреждение немецкому правительству Шольца, а также четким сигналом другим западным странам о том, что Россия не будет сидеть сложа руки и не реагировать. Этот шаг Путина вызвал серьезную обеспокоенность международного сообщества, констатируют китайские журналисты. В Китае отметили, что в Берлине и занервничали из-за произошедшего. Там прекрасно понимают, что на территории России осталось большое количество предприятий, которые имеют отношение к немецкому бизнесу. Судя по риторике Путина, он без каких-либо колебаний будет передавать их введение расимущества. Однако не только в Германии переполошились из-за указа Путина. В других странах ЕЦ также напряглись. В частности, эстонский премьер Кая Калас призвала немедленно начать конфискацию активов. За первые полгода 2024-го произошло около 11 тысяч банкротств немецких компаний. Они затронули порядка 133 тысяч работников, сообщает Бильд. По данным Ассоциации экономических исследователей среди три форм, количество ликвидированных фирм выросло по сравнению только с аналогичным периодом прошлого года примерно на 30%. При этом нынешняя волна банкротств значительно сильнее, чем раньше, затронула крупный бизнес. Она, например, накрыла национальную сеть универмагов Галерия Костат и третьего по размерам в Европе туроператоров Ти Тауристик. Причем падение в Ти уже породило вторичную реакцию. Компания осталась должна миллиарды долларов отелям, вынудила раскошелиться страховые фирмы и оставила без уже оплаченного отдыха множество туристов. Вот сегодня Россия показала, кто хозяйка морей и кто будет указывать, чьи шишки в лесу и чьи моря на карте. А то началась какая-то не смешная комедия о том, как Эстония что-то там перекроет для нас и даже чуть ли не всю Балтику. Наверное, Эстония предпочла забыть о том, как Россия эту Балтику открывала для себя. Потому что в те времена у Европы желание соблюдать международное право было ничуть не больше, чем сегодня. И тогда священный эльфийский запад тоже мнил, что он может не пускать Россию к морям просто вот потому, что так ему хочется. Пришлось Петру Первому брать слово и доходчиво объяснять господам, что это так не работает и что право, оно у всех общее и не Европа будет решать, кого лишать прав. И Великое Отечественное – это не единственный случай, когда мы можем повторить, если кому-то оказалось недостаточно первого раза. Поэтому замглавыми РФ Александр Грушко в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума заявил журналистам очень прямо и официально. Во-первых, Балтийское море никогда не превратится во внутреннее море НАТО. Такие фигуры речи используют ликовесные политики. Я думаю, что те люди, которые принимают решения в НАТО и прекрасно понимают, что закрытие Балтийского моря для России означает закрытие Балтийского моря для всех. Эти мечты абсолютно необоснованы и тот, кто попытается реализовать эти мечты в какие-то практические действия, должен осознавать все негативные последствия. Наш МИД давно уже скучал по такой вот возможности нормально разгуляться и поговорить с некоторыми странами на том языке, который необходим в таком случае, потому что, ну это уже запредельная наглость. Шло китайское судно по Балтике, начался шторм, бросили якорь, якорь волочился по дну, потому что штормовой ветер толкал судно, задели трубу, вот и все, причем тут Россия. Вы там на своем как бы радио, как бы совсем уже что ли берега потеряли. Ну так мы можем помочь найти. А что началось, если бы Путин сказал, что Россия для кого-то там что-то там закроет? Какой шквал подняли бы в мировых СМИ? Впрочем, мы уже видели, что у цивилизованного Запада одни спортсмены отвечают за свое правительство, а другие нет. Вот и с морями то же самое перекрыть что-то России. Это для них святое дело, даже повод не нужен. А вот если Россия, не дай бог, хотя бы намекнет, сразу ужоз-ужоз начнется. Но наш МИД очень правильно сказал, Балтика будет перекрыта тогда для всех, надо расшифровать, что значит все, все, это все. Эта Прибалтика окажется отрезана, и пусть не ноет. Сама хотела что-то перекрыть, это Британия, Германия, Франция, никто уже не войдет, и США тоже, собственно. К США это и относилось главным образом. Россия очень мощный ультиматум поставила штатам, и Байден вдруг понял, что он забыл учесть. Дело в том, что у США кривая логика, которая давно уже работает с точностью, да наоборот. Они привыкли считать себя глобальной империей, у которой интересы по всей планете. Так было когда-то, и так они мнят, что обстоит до сих пор, ошибочка вышла. Это раньше у вас были интересы по всей планете, а теперь это у вас уязвимости во всех частях света, которые вы не можете защитить.